В Армении продолжает звучать заявление о блокаде Ханкенди, но при этом отказываются использовать Агдамскую дорогу для поставок продовольствия и гуманитарной помощи для армян, проживающих в Карабахе. Очевидно, что заявление о напряжённой гуманитарной ситуации в регионе является инструментом политических манипуляций и давления. И, по всей видимости, именно так сепаратисты пытаются вызвать реакцию международного сообщества. «Речь идёт о существовании армянского народа. Пусть никто не спрашивает, что нас ждёт впереди. Будет то, чего заслуживает наша нация. Я обращаюсь к правительству ООН в Ереване. Вы должны были помочь открыть Лачинскую дорогу, но ничего не сделали. Позор вам. Если вопрос не будет решён, мы заблокируем здание всех тех структур, которые обязаны предпринять шаги по урегулированию ситуации». «Я ожидал увидеть здесь больше людей. Мы всегда побеждали, только когда были сплочёнными. Сегодня же наше общество разделено. Мы должны вновь сплотиться. Должны постучать в двери всех диаспор. Обратиться во все нужные инстанции, чтобы достичь своей цели». Армяне отказываются от азербайджанского предложения, получившего одобрение в том числе президента Европейского совета Шарля Мишеля, поставлять гуманитарные грузы через Агдам. Налицо очередная спекуляция армянской стороны и попытка обвинить Азербайджан в изоляции. А также явное недовольство политикой Никола Пашиняна. По их мнению, именно по его вине страна катится в пропасть, а жители Ханкенди голодают. «Я передала послание бывшего президента Сержа Саркисяна одному из представителей дипкорпуса в посольстве Франции. Сегодня судьбоносные дни для Карабаха и Армении. Никол Пашинян, признающий Карабах частью Азербайджана, не представляет точку зрения армянского народа, не имеет легитимности и права представлять Карабах. Сегодня президент Франции Макрон больше самого Пашиняна заинтересован в интересах и правах жителей Карабаха. Армению нужно правительство, защищающее её интересы». «Никол Пашинян ненавидит армянский народ, и мы не можем смириться, чтобы он остался у власти. Он и его команда представляет меньшинство. Пашинян пришёл к власти при помощи своих покровителей. Уверен, что патриоты Армении должны свергнуть Никола Пашиняна с занимаемого им поста». Но есть в армянском обществе и те, кто не живёт иллюзиями. А понимают, что реинтеграция и карабахских армян в азербайджанское общество – неизбежный процесс. Как и подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Они также не ждут поддержки от французского лидера Эммануэля Макрона. «Что мы можем сделать? Правда в том, что Карабах принадлежит Азербайджану. Вы спрашиваете, почему? Потому что они выиграли войну. Я не удивлюсь, если завтра Карабах полностью перейдёт в состав Азербайджана». «Нормально отношусь к этому вопросу. У нас нет другого пути. Должны ли мы вернуть Карабах Азербайджану? Да, конечно. Правительство Армении ведёт правильную политику». Чувствуя приближение долгожданного мира, армянские реваншисты пытаются использовать все свои возможности, чтобы не допустить примирения двух народов. Но они должны понять, что ни акции протеста, ни лживые заявления не изменят новую реальность в регионе. Продолжение следует...